Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня я расскажу вам о сигаре, которую предоставил мне мой подписчик Астралионика. Называется сигара Total Flame M7 из 2. Друзья, вот такая вот сигара. Но производитель заявляет, что это формат Соломон. Ну, возможно, что Соломончик уменьшился. Сигара является лимитированной. Выпущено всего 15 тысяч. Вот не помню, то ли сигар, то ли коробок. Ну, скорее всего, сигар. Сигара посвящена знаменитому советскому мотоциклу Урал. То следует из аббревиатуры М72. Ну, друзья, кто не знает, основатель фабрики является активным мотоциклистом, байкером. Много путешествует на мотоциклах. Очень красивые фильмы на Ютубе есть. Кому интересно, друзья, посмотрите. Создана эта марка. Большие у них интересные путешествия. Ну, вот, насколько я понимаю, эта марка посвящена пробегу Роли-Родина. То есть, от Сахалина до Ленинграда, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, не суть важна, друзья. Для... Какая интересная... Такой флёр вокруг сигары создан, в общем-то. Ну, всё как полагается, друзья. Значит, чем ещё сигара интересна, друзья? Ну, учитывая, что сигара посвящена российским мотоциклам, советскому мотоциклу, то при использовании, изготовлении, вернее, этой сигары использовался Бёрли, который производит Погарская сигаретно-сигарная фабрика. Вот такой вот, друзья, неожиданный сюрприз. То есть, табак экспортировался в Никарагуа, и там, соответственно, использовался при мешке этой сигары. Какое его количество здесь, ну, друзья, никто этого, конечно же, не раскроет. Ну, давайте уже конкретно к сигаре вернёмся. Так, друзья, ну, крутка вполне себе, друзья. Интересно, вот сделан кончик сигары другого цвета. Не знаю, будет видно или нет, но, поверьте мне, он другого цвета. Ну, в принципе, для фигурной сигары аккуратно исполнена. Достаточно равномерная, друзья, очень плотная крутка. Приятно, друзья, сигару в руках держать. Достаточно лаконичный бант. Ну, тут вот 2015-1967, то есть, видимо, повторили ралли Родин в 2015 году. Ну, давайте попробуем, что у нас тут в незажжённом виде. Друзья, очень сдержанные ароматы. Если честно, ну, практически не пахнет сигарой. Удивительно. Такой еле-еле-еле уловимый аромат таких сухофруктов. Всё, больше ничего. Странно, друзья. Очень странно, ну да, это на среде. Ну, тоже очень, очень легко, очень сдержанно. Дерево, сухофрукты. Всё-то странно, сухофруктовые доминанты. Интересно. Честно говоря, друзья, ну, не знаю, я, конечно, не мотоциклист, но мне кажется, что сигара, посвящённая такому мощному мотоциклу, как Урал, должна пахнуть вот на таком расстоянии. Ну, концепция как бы... Не моё дело, моё дело по курице. Ну, что такое? Приятная тяга. Да, друзья, со старта она прям забирает. Очень мощный старт, друзья, необычно. Дерево, кожа, сухофрукты. Мощный начал, друзья, очень интенсивный. Ну, вот, смотрите. Как бы сразу неровное горение пошло. Но это форматик, друзья, это никуда не деться. Перчик включился. Приятный сахар в сигаре, друзья, потенциал. Сухофрукты. Интересно, перекрывает она чуть... Вначале, на первых тяжках показал, слишком дерево сухое. Сухое. Сейчас она сахар набрала, интересно заиграла. Да, друзья, глубокий, интересный аромат. Такие прелые листья с кожи исключились, интересно. И сахар, сахар, сахар. Занятно. Ну, давайте посмотрим, что в серединочке будем. Итак, половина сигара позади. Друзья, ну, отлично. Отлично. Отлично курица, отлично тянется, ровный вкус дает, крепость приятная. На секундочку, казалось, что чуть не хватает крепости, но, как только я это сказал, сигара добралась до середины. Кольцо горения добралось до середины и дала она крепость, то, что надо. Что по вкусам? Очень приятная сладость, сухофрукты. Глубокое дерево сигарда, это очень глубокое дерево. Легкая перечность. То есть, перечность и сладость обостряют рецепторы, дают очень приятную глубину всем ароматам. Интересно. Но на протяжении всего курения меня мучает один вопрос, почему такую мешку назвали М72. Я не понимаю, друзья. Ну, мягкая сигара, не резкая, не мощная, не напористая, не тяжелая, ну, не знаю, ну, мне кажется, немного нелогично. Ну, не знаю, ну, тут как бы производительно виднее. Ну, по курению пока все отлично. Так, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. Ну, поднабрала она крепости, поднабрала, но все в пределах нормы, друзья. Приятная крепость. Появилась она. Я уж думал, все, будет без крепости сигара. Что по ароматам, ну, еще более глубокими стали ароматы. Поднабрал на фоне выросшей крепости. Еще глубже нырнуло дерево, еще глубже нырнули сухофрукты. Перца стало поменьше. Ну, соответственно, и сахар чуть поубавилось. Приятная, друзья, глубокая сигара. Интересный форматик, интересная трансформация вкуса в процессе курения. На удивление, ровное горение, несмотря на то, что сигары фигурные. Ну, вначале, буквально там, до первой трети она немножечко поболела, а потом все ровно, что говорит, в принципе, о хорошем качестве производства. Да, сухофрукты очень интересные. Сигара мне понравилась, друзья. По оценкам получилось 26 из 30. Немного меня смутило отсутствие вообще каких-либо ароматов на холодную. Ну, все-таки должна сигара пахнуть, когда ее из коробки берешь. Здесь же, друзья, ну, просто пусто. В России, к сожалению, друзья, эти сигары не завозятся. Как там следует из многочисленных интервью основателя компании Максима Привезенцева. Он планировал 5000 сигар отгрузить на Россию. Но, к сожалению, цена сигары и рынок сигар... Ну, во-первых, рынок сигар в России не очень развит, а ему не хотелось бы, чтобы сигары лежали на полках. Ну, и второй, цена сигары все-таки, друзья, в России, учитывая наши акцизы, будет неконкурентной. Поэтому, если вы захотите эту сигару попробовать, ну, окольными путями из-за бугра. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы услышали мое мнение до конца. До новых встреч!